добрый день всем поздравляю всех поздравляем с наступающим песоком песок кошер в смх и несколько важных идей к песок во первых на эту идею мяна доумила книжечка которая раздали в хейдере то есть в школе где учится мой старший сын они пишут как бы руководители хейдера пишут что песок это хаг ахинук праздник воспитания в еврейской традиции почему на самом деле сильно подумал то мамашках действительно так что имеется ввиду вся пасхальная ночь основная идея это передать идею о том что всевышний властвует над этим миром полностью на дом мельчайших деталей эта идея выхода из египта это фундаментальная основа еврейской веры и мы ее должны передать нашим детям более того тура говорит когда спросит у тебя твой сын да и наши мудрецы обращать на это большое внимание что обязательно нужно рассказать рассказать это лаги агада да то что мы говорим агада это еще и лямших продолжить своему сыну при трех условиях это он должен задать вопрос должна быть какая то тоже быть какой-то живой интерес второе это нужно это должно быть когда есть маца марор да и нужно обязательно рассказать что было и что стало да то есть все в подробностях как мы были рабами как мы стали свободными людьми и передать все основы еврейской веры в эту ночь обязательно должна быть какая-то реальность что можно было потрогать маца марор ощущения вкусовые визуальные да как мусар говорит что всегда самое лучшее влияние это когда влияется и на на всего человека и на вкус и на осязание и на обоняние и рассказы да все 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 для того чтобы как можно больше показать это называется хагах и нух праздник воспитания поэтому нужно показать разыграть перед детьми даже сценку такую как вы выходите из египта во многих домах я видел как бы папа берет мешочек как бы с мацой и выходят из египта все выходим берем палочку сказать начинаем выходить этот момент сделать детям вот это ощущение реальности по максимуму это первая вещь которую мы должны знать это митсва дура это заповедь истории сделать из леля седр из ночи пасхального седра сделать хавая яркое остаю остающееся впечатление второе в канун песоха это время когда мы должны читать или должны или желательно чтобы мы нашли время прочитать порядок приношения пасхальной жертвы будем надеяться что уже в этом году мы удостоимся принести пасхальную жертву в реальности если не дай бог такое не произойдет то у нас есть правило что мы восполняем устами наши недостающие жертвы и поэтому нужно получить законы о жертвоприношении пасхально о том что должен быть ягненок о том что или козленок о том что должен быть на шампуре из гранатового дерева что нужно быть обязательно жареным потому что нельзя в нем ломать косточки о том что нужно его съесть обязательно в чистоте обязательно в иерусалиме обязательно если его правильно принесли в храме все эти законы желательно проучить повторить подумать потому что нашими устами мы восполним если нас не дай бог не будет это жертвоприношение и третий момент очень интересный это то что в канун песаха до 14 нисана то есть завтра в пятницу это особое время когда принято читать письмо великого каббалиста и праведника рави шимшина из острополе который сам отдал жизнь за освещение имени всевышнего и написано что тот кто читает это письмо будет ему в этом году обязательно спасение от всех самых страшных смертей и несчастье несчастье а наоборот будет ему в этом году удача и процветания в чем смысл этого письма это очень тайное письмо что нами что имеется ввиду там написано расшифровка аббревиатур всех казней египта как их написал раби иуда в агаде в чем смысл этой расшифровки геморраг агада говорит просто рабида называл их расшифровал их по порядку первых букв ну и что и геморраг как бы и агада уходит от этого и не поясняет так вот раби шимон из астрополе объяснял что имеется ввиду какие ангелы делали вот это вот наказание египте и в чем смысл этого очень непонятное письмо прочитать его очень как бы читаешь не понимаешь но он здесь это поясняет и написано что тот это читает это он сам это пишет что ему это обещают что он спасется в этом году от всего и у него будет счастливый год он до написал перед восстанием богдана хмельницкого пусть будет стерто его имя который был жутким совершенно антисемитом и уничтожил огромное количество евреев в польше и в украине и с небес ему открылось что должны быть очень тяжелые погромы и тяжелые как без несчастье для еврейского народа и он спорил с вплоть до темными силами которые должны были искать это принести и раби шимонс как бы обсуждал с ними то есть это был великий человек на величайшем духовном уровне который мог искать постигал великие тайны и ангел открыл ему эту тайну во сне эту тайну этого письма и я так понимаю что как бы если бы не это письмо то вполне возможно чтобы эти несчастья были гораздо больше не знаю так сказать как бы потому что были бы мы действительно очень тяжелые погромы окей значит это принято раф хайм каневский пишут здесь каждый год читает до раф хайм каневский глава поколения как его называют здесь князь торы до князь тора хайм каневский каждый год читает это это письмо он хорошо разбирается хорошо понимает что здесь в нем написано и он он читает это письмо глубоко вникая в каждое слово для того чтобы как бы выполнить то что сказал раби шимон ми астрополе это так сказать то что мы хотели сказать если у нас получится и мы сможем сделать съемку как пекут хасидим да в хасидских общинах принято печь мацу вот 14 нисана после полудня это очень интересно потому что это называется мацот митсва в юрушалме написано талмуд юрушалме говорит о том что их нужно испечь именно в это время когда уже нельзя есть хамет мы так не делаем но есть такой как бы старый хасидский обычай нас получится это снять то мы сделаем по этому поводу блог но если нет то нет запомните что три важных момента не забыть сказать о году до обязательно сказать ее наглядно как можно больше деталей чем чем больше вы знаете тем лучше если у вас есть возможность прочитайте порядок пасхальной жертвы если вас есть возможность прочитайте письмо раби шимшин из астрополя всем пасах кошер басаме ах спасибо